Потом уже они. Так вот, зачем мы занимаемся этими генераторами? Ну, даже сначала, зачем мы занимаемся политическим редактором? Во-первых, он нужен не только для кубитов, а как возможные детекторы для измерения малых магнитных полей. Но главное, что мы тут не одиноки. И вот на конференции в Новосибирске Устинов делал доклад, практически точно такой же детектор, только на кольцевом глинец-желесонском контакте. И они меряют измерение частоты, мы меряем измерение времени. Но неизвестно, что лучше, жизнь покажет. Генераторы, зачем они нужны? Вот там же в Новосибирске был доклад Володи Антонова, бывший аспирант Петрашова. И он рассказывал, что они измеряют излучение с ИБКО джелесонских контактов на глинец-ристаллической подложке. Только у них контакты короткие, у нас длинные, у них короткие. Но видят там, к сожалению, маленькие мощности. Но приложения те же самые, для спектроскопии, которые мы от отдела ВАКСа, где я работаю в УПМе, занимаются. И мы надеемся, что здесь тоже мы как-то сможем в это направление вложиться. Поэтому нам нужны и ИБКО, контакты, и БИСКО. Что лучше, это тоже покажет время, кто победит. Но еще важный момент оказалось то, что эти джелесонские генераторы нам могут пригодиться для исследований пленок не ОБН, для исследований генетической индуктивности, потому что можно будет источник поместить там же в креостате рядом с образцом. Потому что когда речь идет о стаике Герцика выше, то с внешнего источника к аксиалу или через окно светить ловом, или там уже просто к аксиалов, таких нет, такие вот сообщественные. Вот, собственно, это краткий обзор наших занятий. Спасибо, Андрей Леонидович. Занятие полезное и очень полезное добавление, сшивающее, многие, может быть, казавшиеся не совсем сшитые виды деятельности здесь. Потому что здесь вот это очень важно. Спасибо большое, Андрей Леонидович. Спасибо, Андрей Леонидович. Очень полезное, очень полезное. Прошу.